Кузбасские производители расширяют границы. В условиях импортозамещения спрос на отечественные товары продолжает расти. Сегодня в Кемерове открылся новый цех по производству сельскохозяйственной техники. Оценила масштабы Кристина Боянова. Чуть больше года и на месте полуразрушенного здания появился новый цех по сборке и покраске сельскохозяйственной техники. За торжественным разрезанием ленточки новые рабочие места и качественные машины, которые позволяют кузбасским аграриям обеспечивать продовольственную безопасность региона. Тем более у отечественного производителя они могут покупать технику со скидкой. Эта программа, которая утверждена правительством Российской Федерации, предполагает финансирование 20% от стоимости сельхозтехники. То есть сельхозтоваропроизводитель покупает российскую технику у завода, который аккредитован по этой программе. И соответственно вот эту скидку делает завод селянину, а министерство потом возвращает заводу эту сумму. Селяне экономят и могут развиваться. Отечественные предприятия имеют стабильный доход и постоянно модернизируют производство. Так, например, недавно на этом кузбасском предприятии, чья техника обрабатывает более 3 миллионов гектаров земли по всей России, собрали еще одну современную сельскохозяйственную машину. После разработки и испытания получили, что барана работает отлично, но цена достаточно высока. И решили сделать корректировку, убрать лишнюю гидравлику. Получилась барана более легкая, дешевая, но сохранила все качества той же машины. Еще одно кузбасское ноу-хау. Бункер посевного комплекса с новыми дозаторами поперечного типа. Проще говоря, с такой техникой селяне могут более равномерно засеивать поля. Новые технологии аграриев становятся толчком для развития отечественных предприятий, когда из спрос будут и предложения. Когда возникла необходимость в производстве пластиковых бункеров, первую печь заказали. Затем по аналогии сделали вторую небольшую. К третьей подошли уже основательно. И теперь здесь могут производить пластиковую тару объемом до 20 кубометров. Ее устанавливают на сельскохозяйственные машины для опрыскивания или, например, жидких удобрений. Такая техника – еще один шаг к высокой урожайности. В этом году кузбасские аграрии собрали 1 млн 242 тысяч тонн зерна и попали в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе. Небольшой отдых и скоро снова в поля. В новом посевном сезоне в рамках трехстороннего соглашения кузбасское предприятие планирует поставить сельхозпроизводителям на льготных условиях шесть посевных комплексов, которые должны облегчить труд и, возможно, вывести Кузбасс на первое место по урожайности. Кристина Баянова, Александр Чаренцев, СТС Кузбасс. Продолжение следует... Продолжение следует...